Соблюдаем правила соревнований, слушаем внимательно команды. Пожали руки. Хорошего боя. Да, ну понятно, что для Тарасова это, пожалуй, больший вызов, чем для Давида Хачатряна. Все-таки он известен как профессиональный боец, Артем все-таки больше медийный. Регистрируйся на Винлайн сейчас и получи бесплатную ставку до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. Да, с первых сетей, мне кажется, заметно, что Давид Хачатряна побыстрее и такой немножко, как по мастеровите, что ли. Сразу несколько было элементов, которые поставили в такое неудобное положение Артема Тарасова. Доминирует, давит, удары лоу-хик проходят. Артем пока ни от одного не защитился. Показал проход в ногу Тарасов сейчас. Да, и вспомнил, что он в скитбоксинге. Противостоять этому натиску тела, мне кажется, так тряханул пару раз Артема. Так ноги у него подгибались, но он нет в бою. Парень, он хорошо держит удар. Но вот вопрос, насколько хватит сил у Артема противостоять этому натиску. Пока Хачатрян, надо сказать, делает все, что хочет. При этом особенно... Да, преимущественно защищаться приходится Тарасову решать массу серьезных вопросов в защите. Очень сильно его напрягает Хачатрян. Задергивает. Ну, видно, что большой профессиональный опыт за плечами. И, конечно, это сказывается сейчас. Артем уже и подзадышал. Не чувствует он абсолютно уверенности. Конечно, это сказывается сейчас. Артем уже и подзадышал. Не чувствует он абсолютно уверенности в себе. Удары не доходят до цели. А все, что бросает Хачатрян, все там, что называется. Да, удар, глупик опять прошел. Видно, что больно Тарасову. Не совсем он понимает, какие действия нужно ему предпринимать. Никаких пауз не дает Давид. И, по сути, просто не дает даже думать, опомниться. А давит, давит, давит. И Тарасов находится в таком положении защитном каждую секунду. Последние секунды и вот попал справа Артем. Молодец. Первый раунд завершен. Итак, возвращаемся. Вот удар справа, про который мы говорили. Артем нанес вот на выходе. Здесь попал, да. Это был единственный удар, точный удар за первый раунд для Артема Тарасова. Ну, надо сказать, что тяжелая трехминутка была у Артема. И я думаю, что следующее... Будет не легче. Я думаю, что даже потяжелее. Но, возможно, в углу... Все комбинации, все задумки. Вообще-то, вот, все, что делает Давид Хачатряна, все получается. Все получается. Переводит по уровням. Вот, Артем пока не может адаптироваться и, так сказать, войти в бой. Серьезный прессинг. Вроде бы без активных действий Хачатряна. Но как напрягает все время это давление. Смотрите прямую трансляцию турнира в ВК-видео. ВК-видео это яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. Ну, вот двойка на входе от Тарасова. Правый снизу. Ну, вроде бы попал, но все это было лишено. Мощь и левый сбоку в очередной раз доносит Хачатрян. Голову странно. Артем выкидывает ее назад, подбородок наверх. Это очень опасно на самом деле. Выходить из комбинации. Проход ноги. Это другой вид спорта. Артем забыл. Ну, тейкдаун есть. Перевел. Жаль, что баллов за это он не получит. Да. Ну, и мы должны... Да, скорее минус балл. Мы должны сказать о том, что когда боец ведет так себя в ринге, нарушает правила такие. Это значит, ну, не контролирует свои эмоции. Ничего у Артема Тарасова, видимо, не получается. Ни внутри, ни снаружи. Какой внутренний жесткий лоу-кик от Давида Хачатряна. Было видно, как гримаса боли исказила лицо Тарасова. Да, и перевод в голову право-прямой после ударов по ногам. Совсем разболталась техника у Артема. Видно, что ему очень больно, ему максимально некомфортно, неприятно. Мне кажется, даже Давид Хачатряна уже это понял и немножечко так подсбавил обороты. Да, ну и вот угловые Артема Тарасова. Больно, да, уже зажимается. А это ног, да, он, наверное, да, так и есть. Это слишком. Ну, самое время включать ноги, за которые Тарасов получил прозвище «Легенда». Помним мы его поединок с Александром Емельяненко. Ну, Артем, я думаю, что в этом для тебя единственная возможность. Добраться до конца четвертого раунда. Нужно просто двигаться. Да, ничего не предлагает Артем Тарасов. Очевидно, проигрывает из скорости и, видимо, в функционалке. Ну и Хачатрян, кстати, не спуртует. Хотя, надо сказать, что напрашивается, наверное, исходя из логи этого поединка. Какой-то взрыв со стороны армянского бойца. Но вот попытался левым сбоку атаковать Тарасов. Все это Хачатрян видит. Очень опасно. Артем опускает руки, реагирует на лоу-кик. Руки опускает, открывая голову. Вот после этого можно ударить голову рукой и будет очень-очень неприятно. Не хватает техники, скажем прямо. Вот опять левый сбоку. Очень опасный в исполнении Давида Хачатряна. Второй раунд заканчивается. Смотрите прямую трансляцию турнира в ВК-видео. ВК-видео – это яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. Начинает Хачатрян откровенно гонять Артема Тарасова по рингу. Здорово чередуют этажи, голова, корпус. Но Артем молодец. Только хороших слов заслуживает этот парень. Действительно смельчак. И, надо сказать, что, по-моему, это лучший отрезок для Тарасова в этом поединке. Вполне себе конкурентно здесь выглядит Артем. Да, как минимум показывает стойкость духа, как минимум желание демонстрирует. Ну и удары он попадает, вот в ответе попадает, молодец. Ну и Хачатрян, конечно, сбавил в активности. Вот, двойной, боковой. В руку такой, да, на скачке. Ох, по печени пропустил сейчас Артем. Ну, здорово пытался с правой навстречу Тарасов попасть. Не удалось. Полторы минуты осталось в заключительном раунде. Да, армянский боксер летит вперед. Давит, бьет. Подсказывает бей по ногам. Лоу-кик. Артем плохо защищается от этого удара. А вот и колено. Колено в корпус отвернулся. Ну, это усталость уже максимального уровня. Тяжелая минута. И рефери, кстати, в таких моментах может начать открыть, может не открыть счет. Потерпеть. Хорошая комбинация. Давид Хачатрян, видимо, бережет силы для какого-то рывка. Или это дань уважения мужеству Тарасова. Ну, в общем, не пошел за нокаутом Давид Хачатрян. Но даже вот в этом неторопливом течении боя он умудряется нанести опасный удар коленом по корпусу. И изможденный Тарасов опускается на настил. Но поднимется Артем. 25 секунд будет в распоряжении Хачатряна. Нет, рефери не позволяет Тарасову продолжить этот поединок. Тут и Хачатрян говорит, что может, может. Может, может. А, ему так уговоры подействовали. Хорошо. Публика довольна. Тарасов полетел вперед. Хачатрян улыбается. Но кроме улыбок будет что-то от Давида здесь? Ну, хорошая концовка. Слышите, зал. Он поддерживает бойцов. И последние, последние атаки в этом поединке. Ну, Тарасов. Молодец, молодец, Артем. Ну, мужчина в любом случае. За характер ставим твердую пятерку. Хотя... За технику. Итог, я думаю, что не вызывает никаких сомнений. Ну, зашел на такую совсем незнакомую для себя территорию здесь Артем Тарасов. Скажем честно. Да, все-таки в ММА, где есть борьба, у него получается гораздо лучше. Но попробовал. Да, кикбоксинг, динамика, руки-ноги, все в стойке. По большому счету-то и отдыхать негде и некогда. Упасть возможности нет. Захвата, держать друг друга, возможности нет. Перевести дух. Поэтому только динамика, только защита, только удары. А это изматывает. Да, ну и давление, которое оказывал Хачатрян, по сути, не предпринимая активных действий. Но на цареме висел на Артеме, держал в напряжении. Очень сильно силы Артема здесь покинули. Лишал Хачатрян вот этим челноком. Уверенности в себе Артема Тарасова. И в итоге очень легкую победу здесь Давид одерживает. По завершении трех отведенных раундов, единогласным решением судей, свою третью победу к ряду по правилам профессионального кикбоксинга держал боец красного угла. Давид Хачатрян. Настоящая, настоящая драка. Спасибо. Давайте, давайте. И уносят с ринга.